Тут одна из проблем, потому что, когда мы знакомимся с библейским богословием, обнаружим, что их очень много. Ровно столько, сколько и ведущих богословов. Столько же учений, сколько и учителей. Ничуть не отличается ситуация. Поэтому иногда мы изучаем, помните, что какой-то фрагмент из общей библейской картины. Иногда кто-то помещает свой текст, скажем, изучаемый текст в историю искупления или в такую схему замысел воплощения, или обетование исполнения, или какую-то тему развивает на протяжении всей библейской истории. Или просто строит проповедь как систематическое богословие. Какая-то тема разрабатывается. Также строится проповедь или изучается текст в контексте богословия автора. Например, Павла или Иоанна, или Луки. Лука мой герой, я его очень люблю. Когда-то хотел писать работу докторскую на нем. Или богословие книги целой. Но в любом случае очень много подходов. Я вас хочу немножко просто, так как нет времени, мой такой излюбленный вариант или тема. Нас в Библии интересует несколько вопросов. Как минимум, существует ли в Библии единая тема? Если вы скажете, да, я спрошу вас, какая? Назовите тему, которая бы объединяла всю Библию. Тем более, что у нас такой маленький секрет нашей христианской веры, что у нас как бы Библия отличается. Есть иудейская Библия, это Танах. Но у нас Библия, это в принципе, ну и евреи не ряд Библии. Я не знаю, не слышал. Ну бывает используют, я читал иудейских исследователей в Израиле, ну они как говорят Библию, но понимают, понимают. Или когда говорят библейская литература, то предполагает общий научный термин, который, ну, кто занят библистикой, то есть это уже стал термином. Но это не присуще религиозной традиции. Так ведь? Есть Танах и есть христианская Библия. И более того, в Танах есть септуагинта. Порядок книг тоже определяет, последовательность книг. Она имеет богословское значение. Это не просто так, одна книжка там, другая там. Она имеет уже какую-то германетическую задачу. Более того, как соотнести тогда Новый Завет, книги Нового Завета с Ветхим Заветом? И что их объединяет? И вот если вы скажете, что да, есть одна библейская, одна тема, которая объединяет в Библию, скажите, какая она? Иисус. Бог. А как это одним предложением, одной фразой сказать? А как это одной фразой сказать? Давайте, варианты принимаются все. Одной фразой тему, вы верите, что есть одна тема, главная тема Библии? Или есть несколько? Это же вопрос. Есть ученые, которые считают, что нет одной главной темы. Есть просто серия переплетающихся тем. Но как бы объединить их в одну какую-то тему, ну, очень сложно. Мы говорим, что есть эта тема. Но там тоже разгортается там дискуссия, какая же эта тема. Вот даже сейчас мы уже несколько вариантов услышали. И поэтому, если одна мета-тема, то есть тема, которая покрывает, то есть впитывает в себя, синтезирует все сюжеты, да, или все библейские темы, и выдает нам какую-то одну интерпретационную, такую, знаете, модель, что я могу увидеть, посмотреть на Библию, сказать, что вот, и выразить Библию, учение Библии, или ее весть одной фразой. Давайте. Ну, одной фразой, нормально, одной фразой. Так, это у нас уже пошла уже целая конструкция. Посмотрите, как минимум у нас уже, я просто из другой лекции возьму, да, потому что я не могу. Как минимум, знаете, у нас уже одна фраза звучит. Я слышал история. Уже история. А почему говорим история? Потому что видим, что библейское повествование, оно, ну, оно историчное. Это повествование, и это история. То, о чем я говорил, что библейская концепция откровения, она в истории. Это не схождение, это не какой-то, знаете, такая небесная роса, которая орошает наши воображения, да, вот как вот иногда вот какой-то оракул, бас, там отключился, ему там, хопа, там он вышел, я получил откровение. Вы видите, что библейская, и мы говорили на переменке, что библейская история, она очень сложная, она, это богословская история. Ведь летописей, как при любом царстве и государстве, было много в Израиле. И мы даже находим в Ветхом Завете, что эти же дела были вписаны в книгу царей, или в книгу брани, или еще. Значит, была летопись. Это было государство, это был царь, это были, там были летописцы, все. Было, кто собрал и отобрал из архивов то, что мы сейчас имеем в Танахе, или в книгах первое, второе, третье, четвертое царство. Значит, это была богословская работа. Нужно было воссоздать не просто историю Израиля, а его богословское значение, понимаете? Это и есть пороческое откровение. Вот почему в иудейском изводе, да, то есть те книги, которые, кто привык к синодальной, которые идет а-ля септуагинта, да, привыкли читать, как исторические в иудейском изводе, это пророческие книги, а они по жанру повествовательные. Почему? Потому что повествование – это интерпретация истории. Но с какой точки зрения, с точки зрения пророческой, или, скажем, это богословская история? Значит, кто-то очень серьезно отобрал, когда кодифицировали и катонизировали, кто записал Исайю, Иеремию. Это не онлайн-съемка. Первое, второе, третье, парапоминон. Это был очень серьезный богословский труд. Все это – придать интерпретацию всей предшествующей истории. Значит, уже слово «история» есть, но это не просто история, это богословская история. История, которая… А история всегда… Историки всегда интерпретируют историю. Нету чистой истории. Понимаете? Вот сейчас борются там за историю Украины. Ага. Это что значит? Потому что учебники интерпретируют историю. Есть же разница между учебником истории Украины между львовскими исследователями-историками или, скажем, в Донецке, или еще в Москве. Есть разница? Да. Потому что история – это всегда интерпретация. Но у нас уже есть история. Это библейская история. Это интерпретация. Вот. Поэтому подход, который я говорю, что я… Ну, как я, знаете, то, в чем я варился, варюсь, да, то есть, я это не в смысле я уникал, я уникум, я тот раз, вот, на тебе, Бермас придумал, такой, нет. То есть, я часть вот той, мы часть какой-то истории, я часть этого образования, обучения, чайник книг, прозрения, откровения, вдохновения, то есть, как и каждый из вас. Так вот, Библия, если обладает одной темой, ее нужно понять. Есть ли единство в библейском повествовании? Если это повествование, значит, должны быть категории повествования. Какие основные категории повествования? Да. Нет, повествование. Вот я рассказываю историю, рассказываю. Вы смотрите кино. Что там? Вот фильм, да, это же повествование. Рассказ, книга. Какие категории в рассказе или повествовании? Начало, развить сюжет. Сюжет. Какой-то некий сценарий, да, то есть, здесь есть борьба между сюжетом, фабулой, или просто как по-английски одно слово plot, то есть, ну, развитие, да. Это уже пострусская, уже европейская литературическая школа внесли, то есть, сюжет и фабула. Я потом объясню. Это повествование, и оно подчинено всем законам повествования. Значит, есть какой-то plot, есть какой-то сюжет, есть какой-то сценарий. Где его найти? В какой части Библии? Любая история начинается сначала, это такой body, как он такой, ну, основная часть, и завершение, заключение, да. Значит, наша история должна быть так же. Так построена Евангелие, так построена вся целостная книга повествовательная Библии. То есть, это универсальный закон. Мы говорили на перемене, что библейский язык, он очень секулярный, то есть, мирской, светский. Почему? Он не говорит каким-то эзотерическим языком. Бог-царь. Это что, никто не может понять? Все слова взяты из жизни, из обихода. Библейская литература, поэзия, повторяют все те же законы и поэзии, которые были. Это общий материал. Значит, первое. Сценарий библейской истории. Если так чуть-чуть пригласить этот свет, чтобы было немножко. Здесь очень важно знать, видеть просто детали. Я не хочу рисовать. Смотрите, чтобы... Значит, есть... Где я беру сценарий, замысел? Я просто беру это из первой и второй главы книги Бытия. То есть, с первой по вторую, где заканчивается, Бог успокоился или почил, да, или начало отдыхать. И когда мы смотрим, ведь когда пишется введение или начало, кто-то писал диссертацию или курсовую, диплом, или просто какую-то работу. Знаете, любой труд он имеет, или проповедь, да? И какой закон? Когда пишется введение? Последнюю очередь. Это такое требование. Это мы читаем введение в начале. Но когда вы будете писать курсовую работу, дипломную работу, или диссертацию, или даже проповедь по закону, введение пишется последним. Почему? Потому что введение – это плод, результат того, что вы что-то прошли, что-то изучили. Введение вы знакомите читателя. С чем он встретится в вашем тексте? Вы даете ему очки, вы даете ему перспективу, как ему смотреть на последующую историю. Вы можете это принять, вы можете не принять. Я считаю, что первые главы книги «Бытия» – введение. Оно имеет богословскую… Здесь можно спорить, когда датировка этих текстов не имеет значения, но то, что оно дает линзу, оно дает перспективу, как должно развиваться библейское повествование, то я там сейчас просто хочу поаргументировать. Здесь не вопрос, как мы датируем. Моя личная датировка этого текста – это мое личное мнение, но оно не меняет суть функции этого введения. Введение должно дать очки, введение должно дать направление, как смотреть на дальнейшую историю, потому что у нас очень, как бы идет контраст очень серьезный между первой главой и второй главой. Библейский язык, библейский рассказ, он очень образный, повествовательный. И вот смотрим, когда мы смотрим первую главу, да, о сотворении, какая последовательность? Я, одно же такое, очень просто, я вас не буду сейчас в детали. Значит, Бог, творение, человек, умножение, владение, покой. Так? Бог сказал, творится мир, потом появляется последний штрих, творение, человек, все к этому готовилось. Потом Бог благословляет человека. На что он его благословляет? Умножение, владычество от землей и покой. Теперь смотрим, это схема, это сценарий всей библейской истории. Чем заканчивается вся библейская история? К чему она стремится? К покою, к шалому. Должен прийти шалом. Это очень важно для философии или богословия проповеди. К чему я должен привести человек? Потому что, понимаете, и каждый, дальше я рисую следующую такую, вниз пошла стрелочка, да, это как все остальные книги Библии показывают, как этот сценарий воплощается или исполняется. Если использовать литературные категории, я говорил, что вверху это фабула, внизу это сюжет. Мы не будем, я не буду вас отрекращать этим, просто будем использовать такую идею. Сценарий, замысел и воплощение. Как этот сценарий воплощается в истории. Теперь смотрите, каждая книга, это возьмемся так образно, это Тора, это там повествовательные или пророки, смотря независимо, какое это будет, по какому изводу, да, до Нового Завета, что все книги показывают, каким образом исполняется этот сценарий. Какой сценарий? Бог, творение, человек, владычество, покой. Значит, здесь я обнаруживаю введение ту перспективу, которую открывает нам Библия дальше, о чем она будет рассказывать. Если еще нужно забить один гвоздь в гроб вашего неверия, это шутка, я еще, смотрите, чем заканчиваются последние главы христианской Библии? 21-я, 2-я главы книги Откровения. И увидел я что? Новое небо, новую землю, и что там увидел? Народы. И утрет Бог всякую слезу, и что? Покой, шалом. Вы видите, как сценарий воплощается до последней главы этой драмы, этого великого повествования, великой истории. Значит, все остальные книги показывают, таким образом эта драма или этот сценарий реализуется в истории. И как он, в принципе, интерпретирован нашими авторами, богодохновенными авторами, которые увидели, ну, под действием, как это действительно происходило. Но они интерпретировали все. Это понятно сейчас? Все видели? Значит, вверху, это, образно говоря, первая глава рисует нам перспективу. Вы так улыбаетесь, вы не согласны? Нет, не, все равно. Это хитро. Значит, рисует нам перспективу, что бог творит потом человек благословение, владычество и покой. И все это, все книги Библии показываются, как этот сценарий реализуется. То есть, есть надежда, что он будет реализован. И книга Откровения показывает, что таки да, он увидится, бог, видится новое творение, новое человечество, их много, значит, уже план по умножению осуществился, потому что идет движение от сада к горсаду. То есть, история начинается, первая пара поселяется в саду, а заканчивается тем, что этот сад уже просто часть города, это горсад. Понимаете, значит, уже умножились. Есть народ, и 25 главе Евангелия от Матфея, там, Иисус говорит, что когда он отделит, да, вот, придет, то, что скажет, войдите, благословенные, в то, что было вам уготовано от начала мира, а что было уготовано, и эта фраза, обычно говорят, что ты нас время назад тянешь, я говорю, вот эта фраза нас и тянет назад, нужно ответить на вопрос, а что было уготовано от начала мира, а уготовано от начала мира было то, что написано наверху. есть? И в книге Откровения очень часто, что ты соделал нас с царями, да, и будем что? Владычествовать на земле. Это будет еще одно, может быть, для некоторых Откровение, потому что богословие диспенсации помутнило, ну, мозги, мне так кажется, разделило, что есть какие-то два пути спасения, два народа, есть какая-то церковь, которая будет жить на небесах, какая-то платоническая идея, и Израиль, который будет жить на земле. Так вот, я не разделяю такого богословия, я тут не вижу этих богословий. Когда Павел говорит, что есть, когда в Библии вся история, есть один Бог, один народ, один завет, один Бог, один завет, один народ, одна история. Понимаете? Богословие, я не спорю, там очень уважаемые, благочестивые, ну, братья и сестры, то есть, нет, ну, просто я не знаю, я не вижу другого. И это богословие Павла, который говорит, что вот наконец-то о новом завет, что такое новый завет, это расширение, что Израиль, извините, это не этническое определение, он имеет богословское определение, заветное определение. И это богословие Павла, его спор. То есть, в этом вы, если был бы не отдельный курс по Павлу, то я бы вас убедил. И это было непонимание Павлом его коллегами, и непонимание Павлом своих коллег, как они этого не видят. Итак, один Бог, одна история, один сценарий. И по всей, от первой книги Бытия, до первой книги Откровения идет реализация этого проекта, этого сценария. Вот почему я называю свою интерпретацию повествовательно-богословское проповедование или толкование, все зависит, как я применяю. Дальше. Но еще немножко нам нужно, раз, это повествование, значит, мы должны для библейского, по-настоящему библейского или библейского повествовательного богословия, потому что период схоластики, здесь ничего нет плохого, определил метод богословства. Мы выбираем темы, да, и это бывает, бывает, читая книгу по библейскому богословию, оно похоже на книги по систематике. Есть темы, там, Бог, человек, творение, ангелы, там, тарин, 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 все. Но это нормально, not bad, все отлично. Но повествование есть свои категории, это не темы, это само движение, это сюжет. Значит, с чего, как строится повествование? Первое, я просто поверну, значит, все книги показывают нам одну историю, значит, в любой истории есть начало истории, так, видите, здесь красная такая стрелочка, я не знаю, здесь не видно, есть начало истории. История не будет историей, повествование не будет повествованием, если нету появления какой-то проблемы, нету нарастания какого-то напряжения. Вот почему нас держит в наше внимание какой-то фильм, где постоянно что-то начинает, ну, какое-то напряжение, или какая-то книга, какой-то роман, какое-то произведение, любое повествование, даже анекдот. Мы потом поговорим, когда будем о притчах Иисуса Христа, я вам покажу вот эту вот структуру, да, вот. Но здесь очень важно. То есть пресные истории никому не нравятся. Но если такая история не для домохозяек, простите, когда там могут там тысячами серии уже крутиться одна, и то там должна быть какая-то драма, какой-то конфликт, все, знаете, нету пресных историй. Если есть какая-то пресная история, она неинтересна, она просто не хранится. То есть есть начало истории, завязка, да, потом идет нарастание напряжения, то есть ощущается какой-то сюжетный конфликт. Конфликт, он делает сюжет по-настоящему сюжетному повествованию. Потом нас доводят просто уже до истерики, да, уже есть пик конфликта, но он требует некого разрешения. И вот в истории проблема должна быть разрешена. Волк, который съел бабушку и красную шапочку, должен быть как-то все это проблема решена. Пришли охотники и разрезали ему его чревоугодное чрево. Последний издатель автологии. Понимаете, история должна быть... Вот наконец-то мы смотрели, это единственный сериал, который я смотрел, вторую, последнюю часть, это про Пушкареву, и там, я не помню, кого. Наконец-то Пушкарева с Даной встретились. Тянули нам жилы там сто серий, насколько там... А я бы не мог, потому что у меня мои девчонки, там, жена, у меня как бы угол мой кабинет, а угол другой телевизор. Так получается. Я должен был смотреть и туда, и туда. Я уже сам начал переживать. Почему? Этот сюжетный конфликт, он просто тянет из меня вот просто все жилы. Я уже жду, когда эта проблема разрешится. Так мы устроили психологически. И это в этом магия истории. Вот она держит нас. И потом говорит о повисательной проповеди. Окей? Рассмотрите. И вот проблема решена. Все, они встретились. Обычно это последний поцелуй в сцене. Ну, самый потрясающий фильм о любви, который мы вот недавно его показывали, это Дневник памяти. Дневник памяти, да. Они так наконец-то вообще умерли вдвоем в один день. Это просто воплощение всех сказок. Но это потрясающая история. Как там построен сюжет, а? Как... Вот если вы хотите интересно проповедовать, но она такие повествательные проповеди. Смотрите, как люди делают фильм или делают историю. Или какие-то романы, или какой-то фильм. Понимаете? И вот смотрите, вот эта история. Если построена ли, и потом проблема решается, и что? Сюжетный... Равновесие восстановлено. Равновесие восстановлено. Все. Встретились, поцеловались. Отлично. А теперь смотрим, являет ли наша библейская история вот такое повествовательное единство. С началом, с напряжением конфликта, с пиком конфликта. Есть. Значит, мы уже начнем единство. И в этом я просто был, я уже хотел разувериться в библейской истории. Но вот это вот мне не позволило. Потрясающее единство сюжета. Где у нас начало? Сотворение. Где у нас появление напряжения конфликта? Ну, напряжение в сюжете. Грех. А потом постоянно идет напряжение. У нас не дает Ветхий Завет happy ends. Его нету. Но, good news, нету никаких добрых вестей. Все идет вниз, вниз, вниз. Только раз началось вниз, только раз началось вниз. Вот появился, только там мой появился потоп, только раз там что-то люди там наконец-то выжили в Вавилонской башне. Потом раз, Авраам, хопа уже плен. Только вы вышли из плена, пошли в землю в период судей. Все вниз, 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 вниз. Опа, Давид, вот она звезда. Но что сделали сыновья? А потом Соломон. А потом все вниз, 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 вниз. Вавилон. Понимаете? Но дальше Новый Завет подхватывает вторая часть. Есть книги сейчас такие, пять частей, да, то есть пишут, да. И вот он, конфликт, вот она, напряжение. Можете поставить где хотите. В христианской повествовании, в повествовании христианской Библии это искупление. Проблема решается, Ишуа, Мащеах, его искупление. Проблема решена, но еще не в основном равновесие. И вот книга Откровения рисует завершение этой драмы, этого конфликта, да. и то, что мы сказали, последней главы книги Откровения. Вот вам единство повествования, единственность сюжетной линии. Но тогда, если есть единственность сюжетной линии, значит, должно быть единство на богословском уровне. Какая-то одна богословская мета-тема. Ну, обычно библисты или библейские ученые, они так ставят, что история, так, творение, падение, искупление, восстановление. Вот так вот можно смотреть. Некоторые оспаривают эту схему, но схема просматривается. То есть это одно из таких подходов. Я думаю, здесь есть творение, падение, потому что вся остальная, смотрите, как интересно, как библио устроено. Вот, условно, возьмем здесь первые две главки нашей истории это всего лишь одна страничка. Если даже взять еще сапожки, там, оглавление, вот она одна. И последние главы, даже если вы возьмете карты, эти повари, там, с всеми симфонами, там, все еще какие-то, и последние две главы фигер-кровения, вот они, ну, тоже одна страница, вот смотрите, вот вам творение, вот вам восстановление. А о чем вся история? Мы в этом мире, в этом мире уже не живем, в этом мире еще не живем. А где мы живем? Вот в этом мире, смотрите, сколько всего. Поэтому, когда говорят, возьмите, куда, Библия очень мало, почему-то интересуется, там, духовным миром, там, кеми-то ангелами, вот знаете, вот, может, это учение бывает. То есть, вы возьмете Библию, очень скупо, Библия очень человеко-центрична, она Бога, ну, она говорит о Боге, но она очень сфокусирована на органы чувств, чтобы мы просто вот съедали, нюхали и слышали здесь вот видимый мир. И это одна из таких проблем, я скажу, в христианстве, потому что мы чаще все думаем, что вера, религия, это больше, когда мы начинаем постигать духовный мир, как бы потусторонний мир. Я говорю, это здорово, это неплохо, это нужно, но почему-то вот как-то библейский мир, он очень земной мир, очень земная история. Значит, богословие Земли очень важно здесь. Понимаете? У меня сейчас нет времени говорить дальше. в богословии. Теперь идем дальше. О единой метатеме. Метатема, то есть это такая, здесь тоже дискуссия, но я придерживаюсь такого подхода. Мы говорим, история. История Бога и человека. История Бога, да. Очень много говорится о человеке. Если мы скажем, что история человека, история Израиля, не только. Если так обобщим историю народа Божьего, да, но там два фигуранта. Есть Бог, значит, нужно совместить нам вместе. Поэтому я предлагаю назвать это, ну, как я предлагаю, историей Царства Бога. На самом деле, сколько, мы встречаем сотни упоминаний в Новом Завете о Царстве Божьем. Иисус вышел на проповедь, с чего начал? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. Это очень знакомое телогема, то есть это знакомая фраза для иудаизма. Они ожидали Царства Божьего. Разные интерпретации, как и Мессии, может быть. Учит в синагогах, учил их Царству. Более того, мы встречаем, чем заканчивается книга Деяния Апостолов. Прочтите последнюю, последний сник, книги Деяния Апостолов. Возьмите, кто-то вот, прочтите, кого есть там. Самый последний стих, главу из стих книги Деяния Апостолов. Чему он там проповедовал? Царству Божьему. От начала повествования Новозаветного до конца мы встречаем эту вот идею Царства Божьего. Это в центре не наши нужды, не личное спасение человека. В центре библейского мета-нарратива или мета-истории, мета-рассказа Царства Бога, как его владычество. Несколько, может, не онет времени это развернуть, да, то есть от начала до конца все, все тексты, все программы, я просто сделаю кратко, да. Опять же, библейский язык очень образный язык, поэтому мы постараемся эти образы воспроизвести. В первой главе творения Бог представляется образом и дальше эта тема развивается, особенно у Исаии, и дальше формируется образ Бога-царя, и он становится очень мощным, давлеющим, потому что вторая глава рисует другой образ. Вот во второй главе истории Адама и Евы, кого Бог больше напоминает? Это язык не догматики, не доктрины, не бойтесь ошибиться, это язык образа, язык повествования. На кого больше похож на Бог во второй главе книги Бытия, когда он Адама в сад привел там? На отца, мужчину, обычного восточного мужчину. Что он делал? Он приготовил место для своего сына, он начал его труду, он учит его мудрость, и он ему привел невесту. То есть это очень такой обычный, пасторальный, или, ну, как сказать, ну, пасторальный, сейчас как он, такой вот, деревенский, такой обычный, сельскохозяйственный, ну, вот, я сейчас забыл это слово, контекст, образы, но первая глава, она кажется, что очень, такими, какими-то абстрактными категориями, да, Бога-творца, нет, на мой взгляд, первая глава показывает образ Бога-творца, монарха, который восседает, и как восточные деспоты, восточные императоры сидят на высоте трона, и это очень образ у Исаии, свят, 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 сидит, чем длиннее, ну, у царя, это как это, шлейф, тем он сам, это сам, то есть он сидит, и ризы, края рис, то все, он самый, то есть это язык, не догматики, не доктрины, язык образов, который был понятен человеку, и вот в первой главе Бог восседает, как великий император, и он как на востоке, когда уже развитой, потому что три вида царства, да, было в те времена, то есть цари, как эти племенные вожди, как вот, например, еще Саул, да, он не был монархом, да, или потом Давид уже, когда царь, или царь какого-то города, город царства, да, то есть они не были тогда, такими, знаете, монархами, потом царство, когда Давид Соломон, да, такое какое-то уже определенное очерченное государство, одна власть, и другая власть у императоров, Ассирии, Вавилона, или Египта, там уже император, это был уже обожествлен, и здесь вот этот язык нужно понять, вот мой профессор, хотя он доктор Гарландского не все это говорил, что наставил, что эти главы были написаны вот в египетский, послеегипетский, у меня, ну, есть другие соображения, но тем не менее, что такой образ Бога мог созреть уже как откровение, как представление Бога, когда был опыт порабощения какой-то империи, египетской, ассирийской, или вавилонской, где Бог, где царь, это просто уже был обожествлен, всегда тоталитарная власть себя обожествляет, культ императора Августа, за Сталин, извините, то есть, понимаете, поэтому есть, ну, царь, это еще, где царь? В деревне царь, ну, это просто как вождь племени, не больше, да, или в каком государстве, или, или это империя, так вот, в первой главе образ Бога, как царя-императора, такой, знаете, деспотического характера, то есть, не сам Бог, а такого формата, где он просто говорит, как говорит царь, он сказал на Востоке, все зашли в тронный зал, так, на кончиков упали, если он сказал сто раз отжаться, все вот отожмутся сто раз, он говорит, все, хватит, можете уходить, все снова вернетесь, все выйдут, и снова вернутся, такой был тип царства там, такой власти не имел, не имел ни Саул, ни Давид, ни Соломон, никто, понимаете, так вот, этот именно образ такого могущества, который даже просто издает, он сказал, здесь можно спорить, это не только богословские или антологические категории, это образ, где Бог, да, здесь можно вывести какие-то богословские импликации, да, что Бог, но где-нибудь вот он образ, Бог восседает, как великий император, и просто говорит, издает приказы, и он сказал, вселенная появилась, вселенная появилась, вселенная упала от жалости, вселенная упала и от жалости, столько, сколько надо, понимаете, какой здесь образ, когда мы входим во вторую главу, а другой образ, там он прикасается он лепит человека, как гончар он какой-то сад посадил он что-то ему какой-то будешь надеть дубину, на тебе лопату будешь копать и охранять этот сад а потом смотрит как отец на восторге, ему нужна жена нехорошо, пошел и нашел да, это моя любимая история, когда я венчаю пары вот это очень нужно очень сенситивно ощущать образы, потому что мы в повествовании мы в литературе, мы не в догматике мы не в схоласе, которую я говорила мы совершенно в других категориях, мы не в Аристотеле и не в Платоне, мы в библейском повествовании, и вот первое дает такой образ, это великий царь и вот царство на небе небо это не пространство, в смысле это не вот земля и небо, да, то есть это та вот сфера, как то, трансцендентное дали тот мир, где действительно присутствует Бог видимым образом небо может быть рядышком это не пространство, вот оно вот здесь Иисус на фаворе, на мой взгляд, на преображении показал, что царство Божие, это не то, что так, знаете, смотрят в трубу подзорную и смотрят, какая-то точка там вот есть, а ну кто там, ой, это Иисус возвращается себе, вау, классно и он говорит, сколько еще времени, да еще год есть, и вот он приближается, нет оно вообще мгновенно распоявилось Иисус преобразился на горе значит о том, что нету пространства, нету дистанции поэтому мы хотя используем метафоры пространственные, но здесь нужно понимать их ограниченность, это всего лишь метафоры они показывают нам метафизические картины или картины антологической, да, то есть что, как устроено сущность, да поэтому он великий царь на небе, его престол там на небесах, он полный славы сияет, этот образ, который потом мы будем видеть, да, вот свят, свят Господь Савуов, вот он сияет и вот первая глава наш сценарий, как его представить есть замысел и вот он творит вселенную, а потом земля в фокусе земля что происходит, какова цель уже сразу, видим, что цель сразу, чтобы слава царя слава Бога воссияла на земле царство Бога на земле из Эдема по всей земли как эту программу осуществить прежде чем земля воссияет его славой видим историю Адама и Евы, первой пары, да какое было дано поручение умножение и владычество умножайтесь, это плодитесь и размножайтесь, это расширение, да владычество, то есть это обладайте и владычествуйте что они должны были сделать они должны были сделать, заселить эту землю да, вот, просто вот так вот потихонечку, давайте, ребята, там как получится но ваша задача вот культивировать вот такая картина есть, да? а теперь смотрим а теперь смотрим, у меня нет возможности еще дальше, давайте так ну, аргументировать а теперь смотрим это не только парадигма первой главы после того, как Адам и Ева провалили, да вот эту вот миссию появляется снова история с Ной продолжает эту историю Бог дальше благословил плодитесь и умножайтесь дал землю потом и эта история была провалена скажем, в Вавилонской башне появляется на сцене кто Авраам что Бог обещает Аврааму? потомков и землю это что, была какая-то новость сказанная Аврааму? это продолжение программы проблема плен вновь, да, сюжет появляется Моисей исход, что обещается? земля и умножение что-то новое появляется ничего нового не появляется задача провалена появляется Иисус и тут уже картина отворачивается и уже теперь плодитесь размножайтесь можно так идите научите идите научите все народы и это исполнение Авраамового завета все народы это не просто Авраам это изначальное исполнение изначального сценария то же самое в книге Деяния апостолов будете мне свидетелями от Иерусалима до конца земли это проблема эдемизации земли которая еще была в первой главе книги Бытия заветы просто показывают ну просто это другая тема понимаете? вот это то что это два образа есть единство темы это Божье Царство его расширение его распространение которое не ограничено теперь оно и не было ограничено только на какой-то этническими границами потому что вся земля есть Бог творец неба и земли это Павел говорит что Бог что евреев только или только язык Бог творец всей неба и земли земля должна быть наполнена его славой образ и подобие Бога да человек это не какие-то антологические категории образом и подобием Бога на земле были те кто о которых мы говорим после переменки